Печень является одним из наиболее сложных железистых образований и самым крупным паренхиматозным органом. Функциональной единицей печени является долька, обеспечивающая участие печени в биосинтетических секреторных и экскреторных процессах. В отличие от всех других органов приток крови к печени осуществляется как по артериальной, так и по венозной системе. В печени все всасывающиеся из кишечника в кровь соединения подвергаются различного рода превращению и только затем стоком, оттекающий от печени крови, доставляются ко всем органам и тканям организма. Рассмотрим особенности строения печени. Во-первых, секреторно-сосудистый аппарат печени человека представлен балками, объединенными в виде долек. В местах соединения трех долек проходят веточки печеночной артерии, воротной вены, элопатических сосудов и желчного протока. Также для сосудистых образований печени человека характерны наличие хорошо развитого эндотелия, обладающего высокой фагоцитарной активностью. Гепатоциты, основные клетки печени, имеют не только характерную форму, но и содержит большое количество митохондрий, элементов доплазматического ретикума, комплексов кольджей, крупное ядро. И благодаря всем этим особенностям, а также анатомической локализации, особенностям кровотока, печень выполняет ряд ценных биологических функций. Во-первых, печень обеспечивает регуляцию промежуточного обмена всех веществ. Белкового, аминокислотного, нуклеотидного, пигментного, водно-солевого, углеводного, липидного и других обменов. Печень является депом для различных соединений. Это углеводов, белков, минеральных веществ, витаминов. Печень принимает участие в поддерживании постоянства внутренней среды организма, в регуляции геноостаза. В печени происходит обезвреживание различных классических соединений экзогенного и эндогенного происхождения, инактивация биологических активных соединений. Печень продуцирует желчь. В ее составе обеспечивает выведение из организма некоторых метаболитов, минеральных веществ, продуктов дезоксикации. Рассмотрим роль печени в регуляции обмена углеводов. Печень выполняет важную регуляторную функцию. Он обеспечивает поддержание нормального физиологического уровня глюкозы в крови, то есть глюкостатическую функцию. Эта функция печени обеспечивается рядом сложных метаболических процессов, включающих реакцию взаимопревращения моносахаридов в глюкозу, процессов глюкогенеза из метаболитов, резервирования глюкозы печени в виде гликогена и моделизации гликогена. Синтез гликогена в печени в основном осуществляется из глюкозы. Это энергозависимый процесс, требующий наличие АТР. В печени катаболизм глюкозы осуществляется главным образом гексоза монофосфатным путем. В результате этого пути освобождается свободная энергия, используемая для различных синтезов, образуется большое количество NADF-H2 восстановленного, необходимого для обеспечения процесса детоксикации, для синтеза холестерина, жирных кислот и других. В этом пути образуются пентозы, фарибозы, используемые печенью и другими тканями для синтеза нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Также в печени интенсивно идет синтез глюкозуроновой кислоты и кепарина. Рассмотрим особенности липидного обмена в печени. Продукты переваривания 3-ацилглицеридов в стенке кишечника в основном до 90% подвергаются ресинтезу нейтральной жиры, которые транспортируются по лимфатической системе в ткани, минуя печень. Часть жирных кислот в основном с короткой углеводородной цепью из стенки кишечника попадают в кровь и доставляются в печень. Аналогично с током крови в печени из кишечника доставляются как продукты переваривания липоидов, холень, коламин и другие, так и рейсинтезированные в стенке кишечника фосфолипиды, гликолипиды, холестериды, хотя в печени интенсивно идут процессы синтеза этих соединений. Синтез фосфолипидов В зависимости от химического состава различают фосфолипиды глицериды, это лицетины, кефалины, серинфосфатиды, фазмогены, инозинфосфатиды и фосфолипиды неглицериды. Их называют фрингорнилинами. Все эти соединения синтезируются в печени и оттуда в комплексе с белками, которые носят название липопротеиновых комплексов, током крови доставляются ко всем тканям, где используются, и прежде всего, используются для построения клеточных мембран, но формирующихся клеток. В печени человека в расчете на сырой вес содержится около 2,9% фосфолипидов. Их синтез усиливается при наличии холина, бетаина и метианина. Поэтому эти соединения называются гипотропными факторами. При недостатке, например, холина, снижается синтез лицетина. Это может привести к усилению синтеза в печени нейтральных жиров и к жировой инфильтрации этого органа. То есть уровень холина, его синтезис колонина зависит от наличия метианина как донатора метильных групп. При избытке холина часть его превращается в бетаин. В свою очередь, бетаин, метилируя гомоцистеин в метианин, превращается в тиметилглицин, а далее разрушается ток глицина и муравина кислоты. В печени интенсивно идет синтез холестерина. До 80% холестерина образуется в печени. За сутки печени синтезируется до 4 г холестерина. Синтезированный в печени и клеток тонкого кишечника холестерин включается в состав формируемых здесь липопротеинов очень низкой плотности и липопротеинов низкой плотности. В печени из холестерина синтезируются желчные кислоты. Образование желчных кислот включает реакции гидроксилирования и реакции частичного окисления боковой цепи холестерина. Первым этапом биосинтеза желчных кислот является 7-альфа-гидроксилирование холестерина, микросомальные 7-альфа-гидроксилазы при участии кислорода. На этой стадии синтезируется 7-альфа-гидроксилирование холестерол. При недостатке витамина С образование желчных кислот на стадии 7-альфа-гидроксилирование тормозится, что приводит к накоплению холестерина и развитию атеросклероза. В нормальном стационарном состоянии суммарное количество холестерина, поступающего в кишечник с пищей, и холестерина, синтезированного в тканях, должно быть равно суммарному количеству экстратируемого холестерина и холестерина, превращенного в экстратируемого витию желчных кислоты. При нарушении этого баланса развивается желчно-каменная болезнь, ишемическое болезнь сердца и атеросклероз. При желчно-каменной болезни в желчном пузыре или в желчных протоках образуются камни. Камни образуются в результате осаждения кристаллизации компонентов желчи, холестерина и билирубина. Образование холестериновых камней как следствие дестабилизации жидкокристаллической формы холестерина происходит вследствие уменьшения количества холестерина в составе желчи и уменьшения синтеза или экскрекции желчных кислот. Осаждению холестерина способствует застой желчи, воспалительные заболевания желчного пузыря и протока. Центрами кристаллизации холестерина могут служить конгломераты белка или клетки эпителия. Также печени принадлежит особая роль депонирования витамины жидкостеримых витамин. Витамин А, витамины Д и Е. Посмотрим особенности белкового и азотистого обмена в печени. Аминокислоты, всосавшиеся в стенку кишечника по системе воротной вены поступают в печень, где включаются различные анаболитические и катаболитические превращения гипотоцитах и клетках литикулоэндотелиальной системы. Аминокислоты используются для синтеза разных белков. За сутки в печени синтезируется, например, около 12 грамм альбумина. В печени синтезируется большая часть альфа- и бета-клобулинов плазмы крови, фибриноген, протрамбин и другие факторы системы гемокоагуляции и противосвертывающей системы крови. При щемии печени, при циррозах, токсических гипотитах, нарушениях оттока желчи синтез альбумина в печени снижается. При повреждении функций клеток ретикулоэндотелиальной системы снижается синтез клобулинов. При паранхиматозных гипотитах в полигональных клетках печени уменьшается синтез РНК. Все это приводит к снижению в плазме крови количества альбуминов и увеличению количества альфа-бета-клобулинов. В подобные сдвиги в белковых фракциях плазмы крови можно распадривать как компенсаторную реакцию, направленную на выравнивание алькотического давления крови, вызыванные недостатком альбумина. То есть печень выполняет регуляторную роль в поддержании косметического давления крови за счет усиления биосинтеза белков в тех клетках, которые меньше всего вовлечены в патологический процесс. При патологии могут происходить качественные сдвиги синтезируемых печеней белков. Например, при циррозе печени снижение содержания сульфогетрилина в кровь в белках плазмы крови, что приводит к изменению их электрофоретической подвижности и иммунологических свойств. Формируются аномальные белки, парапротеины, близкие по своим физико-химическим свойствам гамма-глобулины. В печени синтезируются белки, обеспечивающие транспорт железа, таферитин и трансферин, меди, цирулоплазмин, гормонов, транскартин, транспортирующие витамины и липиды. Синтезируются 7 типов сомато-мединов А1, А2, В1, В2, В3, В4, С посредников реализации эффекторов сомато-тропного гормона гипофиза. Около 50% новосинтезированных в организме человека белков образуются в печени. При белковом голодании печень быстро мобилизирует свои резервные белки для снабжения аминокислотами других тканей. В печени интенсивно идут процессы взаимопревращения аминокислот в синтез заменимых аминокислот и азотистых небелковых садиней холина, креатина, глутатиона, пуриновых и перемединовых оснований фарфирина. В печени интенсивно идут процессы глюканиогенеза из безозрочистых остатков глюкогеновых аминокислот. В печени также происходит процесс обезбреживания аминока с образованием мочевины. Образующиеся при фиксации аминока и кислого газа карбомоноилфосфат печени используются для синтеза куриновых нуклеотидов. Также в клетках пищи не идут разрушения гемогемоглобина до глюкорбина, образования кальникатов желчных пигментов, глюкороновой кислотой и введения из состава желчи. Посмотрим механизм детоксикации в печени. То есть химический печеночный канцерогенез. Канцерогенез. Одной из особых функций печени является детоксикационная функция. в результате которых происходит обезвреживание различных ядов, образующихся в тканях, метаболитических превращениях разных веществ, генактивация биологически активных веществ, гормонов, гиогенных аминов, токсинов, образовавшихся в предмени аминокислот кишечники и всасывающихся в кровь. Так, в печени аминок, образовавшихся при дезаминировании аминокислот, обезвреживается, превращаясь в мочевину. За сутки в печени синтезируется около 30 грамм мочевины, которые выводятся из организма в составе мочи. Обезвреживание, детоксикация, инактивация в печени осуществляется посредством интеграции следующих основных механизмов реакциями гидроксилирования, то есть окисления и реакциями конъюнкации. Реакции гидроксилирования яда катализируются ферментами микросомальной дыхательной цепи, локализованной в эндоплазматическом рептикуляме с использованием молекулярного кислорода и на ДТФ-АШТО восстановленной. При этом один атом кислорода идет на формирование в молекуле токсина спиртовой группы, а второй восстанавливается, образуя воду, на образовании которой используются как раз таки МАД-Ф-АШТО восстановления. Основными ферментами этой системы являются флава, протеид, МАД-Ф-АШ-2, цитохром ПО-450 и тут даже ФАТО. Второе адренодоксин и третье цитохром ПО-450 из этих ферментов формируется дыхательная цепь, которая происходит гидроксидирование ядов. Адренодоксин содержит неокеминное железо, посредством которого этот фермент восстанавливает железо цитохрома ПО-450. 10-го. Известно несколько форм этого цитохрома печени млекопитающих. Все они прочно связаны с мембранами эндоплазматического ретикума и их трудно солюбитизировать. Некоторые из них не нуждаются в белках типа робрии, токсины и другие, поскольку могут непосредственно восстанавливаться до ФАД-H2 восстановления. Различные лекарственные вещества, например, фенобарбитал, могут индуцировать синтез цитохром ПО-450, увеличивая уровень и активность его почти что в 20 раз. Этот процесс является своеобразным защитным механизмом, ускоряющим процессы детоксикации в основном ароматических соединений в речне. Реакции конъюргации обезвреживание печени может происходить путем присоединения к ядам различных соединений. В результате образуются нетоксичные неактивные комбиканты. В качестве веществ, присоединяемых к ядам печени используются кулькурованная кислота, серная кислота, глицин, гутамин, таурин, глицетерин, ацетильная форма от ацетил-КОГА, метильная группа от Аденозил-Метиамин. Подсчитано, что 80% опухоли человека вызываются подпорами окружающей среды, в основном химическими веществами. Воздействие на организм человека этих веществ может быть вызвано профессиональной деятельностью, то есть отравление фенолом, бензолом, бирилем, кармиофромом и так далее, образом жизни, особенностями питания, при использовании различных нитратов, романтических аминов и так далее, использованием некоторых так называемых лекарственных препаратов. Установленность по канцерогенным соединениям зачастую образуется в печени тех же реакциях бетоксилирования, вентилирования и других. Канцерогенные искусства присущи целому ряду химических соединений. Попадая в организм и подвергаясь метаболическим превращениям, они образуют соединения, вызывающие различные опухоли. Например, триметил холл-антрен это сильный индуктор стахрома в 450-х. В результате гидроксилирования превращается в мощный канцероген. Аналогично находящийся в табошном дыме аноматических полицепических углеводов водород бенз-антрацент или именное название бенз-берет подвергаясь пищене обезбреживания путем гидроксилирования превращается в канцероген эпоксид бенз-антрацена, который вызывает апкилирование ДНК, РНК и белков. У людей занятых производств анилиновых красителей в результате контакта с ароматическим амином 2-нафтил амином печени в результате гидроксилирования образуется 2-амина-1-нафток канцероген, который вызывает рак мочевого пузыря. Другой ароматический амин ацетил амина флуорин вызывает рак печени. Нитроза амины образующиеся из вторичных алипатических аминов и нитритов попадая в организм пищи под воздействием ферментов микросомальной фракции клеток окисляется образует высоко активный ион карбония. Этот ион способен метилировать белки нуклеиновой кислоты и тем самым индуцировать образование опухоли печени, коучи, легких желудка и пищевода. Желчь как биологическая жидкость выполняет ряд функций вызывает эмульгирование жиров обеспечивает всасывание жирных кислот и холестерина способствует всасыванию жира растворенных витаминов участвует в создании определенного уровня PH тонкокишечники необходимого для нормального пищеварения обеспечивает растворенность холестерина и его поведение из организма присутствует метаболизму желчных пигментов из пигментов как халлопичных выполняет экстрепторную функцию то есть вовведение из организма в составе желчных холестерина желчных пигментов метаболитов гормонов токсинов лекарств и другие до встречи ваше должно быть ваше то есть мягкое другое что то есть Продолжение следует...